И породился в жизни нам, в городе Дарьево, Спаситель, который есть. Христос, Господь. С Рождеством, дорогие друзья! Глава Ивановича Парижа Главаอก Глава Христа Глава Христа Глава Христа Глава Христа Глава Христа Глава Христа И вignore Благословите! ПЕСНЯ 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 Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа, в этот чудесный день. Этот прекрасный день Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Две тысячи лет назад родился младенец, и пришли пастухи и благословили этого младенца. Симеон и Анна благословили младенца Иисуса Христа, и мудрецы с Востока пришли, чтобы благословить младенца Иисуса Христа. И я хотел бы сейчас пригласить вас, чтобы мы молились и благословляли наших ребятишек. Дорогой Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за этих прекрасных детей, которые есть здесь, в нашем собрании, в нашей семье. И мы искренне благословляем от всего сердца каждого ребенка, чтобы благодать Твоя, благодать Иисуса Христа наполнила сердце каждого ребенка Господь, жизнь каждого ребенка. Мы молимся, чтобы мир, радость и счастье наполняло их жизни, их семьи. В их домах пусть будет Твой покой и Твоя защита. Благослови их родителей, чтобы они с любовью и мудростью могли заботиться о них, воспитывать их по Слову Твоему. И дай в сердцах каждого из этих детей желание быть послушным своим родителям, уважать и почитать своих родителей. Благослови, пожалуйста, чтобы Ты защищал, оберегал от всякого зла, и пусть ничто не омрачит их жизнь, Господь. Храни, оберегай, защищай их, Господь. Благослови, чтобы они были в здравии, чтобы они были, Господь Божий, под Твоей надежной защитой. И пусть радость и счастье наполняют их жизнь. Мы молимся, Боже, об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Боже, оберегай, защищай их, Господь. 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 К Тебе я руки возле Дух и во Свою Дух. Святой Господь, Ты, Святой Господь, Ты, Господь, Славы, Чести и Клавы. Святой Господь, Ты, Святой Господь, Ты, Господь, Своё, Имя Выше всех. Каких словов я писать смогу Всю благоверность и любовь свою За всё, что Ты мне подавил. Любовью нежной Ты меня пленил. Мы начинаем молить Тебя И рассказать, как я люблю Тебя. Ты достоин всей хвалы. Ты достоин всей хвалы. Бог, Бог мой, возлюбил меня Милостью своей. Зачем об я? Своей Ты жизнью искупил меня И на кресте Ты весь мой грех распял. Спасибо, Бог мой, спасибо, 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 спасибо. Глава Бог. Своей Ты жизнью искупил меня Своей Тебя и сердце, Своей Тебя и Своей. Своей Тебя и Своей Тебя и Своей Тебя и Своей Тебя и Своей. Субтитры подогнал «Симон» 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 Чтобы от всех своих обид, перегрузов Чтобы подняли глаза к небесам Чтобы распахнули свое сердце И великая радость небес Излилась на каждого из нас Пусть сегодня будет радость Пусть сегодня радость будет встречи С рожденным спасителем С тобой Мессия И пусть сегодня происходить будут удивительные вещи Пусть сегодня будет укрепляться вера тех, кто знает тебя Пусть сегодня улетучатся все сомнения тех, кто немножечко сомневался или слабо знал Твой образ. Пусть сегодня вера придет. Пусть Дух Святой коснется тех сердец, кто впервые пришел в это место, в этот дом молитвы поклониться Тебе. Пусть сегодня происходят чудеса исцеления. Пусть сегодня происходят чудеса спасения. Пусть радость и счастье изобильна. Пусть гармония любви Божией наполняет наши души. И яви свою славу сегодня в каждом слове, в каждом нашем действии, во всем служении поклонения во имя Твое. Пусть не забываем будет это время. Каждая минута пусть это будет время удивительного триумфа славы нашего Спасителя. Пусть придадут в Твои руки сегодня сердца все присутствующие здесь. Мы Тебя любим, мы Тебя славим и молимся во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святого. Аминь. Давайте еще поаплодируем во славу Господню. Аллилуйя Христу! Аллилуйя Господу нашему! Аллилуйя Христу! Аллилуйя Христу! Мы три волхва, три мудреца, прошли и с дальнего конца. Нам звезда, нам дивные дела В ту ночь поведала тогда Та ночь была, как день светла Ведь на звезда кислям била И вот исполнилась мечта Мы лично видели Христа Христу дары мы принесли Всем радость близким, кто вдали Спешим и вам мы рассказать Христос рожден, о благодать А я та самая звезда, что привела вас всех сюда Я привела вас потому, что позже свет рассел тьму Родился в мире этом том, кто вас от гибели спасет Овечки мы, наш город трава О нас хорошая молва Всегда покорны пастуху Мы не склоняемся к греху Вы видели, как нам вошли Она и он в густой пыли Она младенца родила И стала ночь, как день светла Ночь стала светлым, ясным днем И пели ангелы о том А мы, простые пастухи У нас в руках лишь посохи Вдали от города, в степи Мы говорим себе, не спи Во мраке слышно щелк да щелк То щелкает зубами волк Мы сорка днем, а также ночь Волков от стада гоним прочь Но в эту ночь на радость нам Звучало пение по полям Как наше счастье описать Христос явился всех спасать АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ СВОЕ БЛАГОСЛАВЕНИЕ ДАЁТ НА ПЕСНЯ Он был, как слева маленький Родился у тебя И маленькие ясельки Залил свет золотой Сегодня день рождения Спасителя Христа СВОЕ БЛАГОСЛАВЕНИЕ ДАЁТ НА ПЕСНЯ Он был, как слева маленькие Родился у тебя И маленькие ясельки И залил свет золотой И новая дорога, прекрасная вершина Как те мудрецы с далекой страны Пойдем за Иисусом, Спасителем мира К родиной святой неземной красоты Сегодня день рождения Спасителя Христа Свое благословение дает Родца Христа Он был, как все мы маленькие Родился он зимой И маленькие ясеньки залит свет золотой Сегодня день рождения Спасителя Христа Свое благословение дает Родца Христа Он был красиво маленький, родился он зимой И маленькие ясеньки залит свет золотой Славь, славь, нам явился царь Голосом своим его славьте Славь, славь, звезд звезды привел Нас к тому, кто дал нам спасенье Аллилуйя 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 Да Славь, славь, песня пусть звучит Благодарности не смолкая Славь, славь, светлый пусть горит Будь другим к нему освещая Славь, славь, нам явился царь Голосом своим его славьте Славь, славь, звезд звезды привел Нас к тому, кто дал нам спасенье Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя! Славь, славь! Нам явился царь Голосом своим его славьте! Славь, славь! Свет звезды привел Нас тому, кто дал нам спасенье! Аллилуйя! 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 Имя Иисус 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 То есть моя любовь, моя душа. Ты нашел меня, и избавлен я, Твой Спаситель мой. Побежден мой страх, и повержен враг, Теперь я на веки Твой. Я не буду рабом греха, Ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, Ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, Ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, Ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, Ведь я дитя царя. В Твоих объятиях, В Твоем спасении. Душа лекуне, Песню избавления. Мы навек свободны. Пали родства цепи, Давайте праздновать победу, Ведь мы Божьи дети. Душа лекуне, Песня на землю. Душа лекуне, Песня на землю. Расстрелу воды моря, чтоб пролететь мне, И сгнала страх любовь твоя. Ты спас меня, и я готов петь вечно, Что я, дитя царя. Я не буду грамот греха, Ведь я дитя царя. Я не буду грамот греха, Ведь я дитя царя. Я дитя царя. Я дитя царя. Я дитя царя. Кто был и кто есть, И тот, кто глядет. Кто был и кто есть, и тот, кто глядет. Святый, 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 святый. Святый, святый, святый. Святый, 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 святый Слава, святый, святый, святый. Слава, святый, святый, святый. Слава, святый, 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 святый. Слава, святый, святый. Слава, святый, святый. Слава, святый, святый. Слава, святый. Слава, святый. Кто был и кто есть? И кто есть? И кто, кто грядет? Кто был и кто есть? И кто есть? И кто грядет? Слава, святый, святый. Слава, святый. Слава, святый. Аминь. Слава, святый, святый, святый. Слава, святый, святый, святый. » И Pokeз, Бога, святый. Слава, святый, святый. Иисус, только в нем есть исполнение, ах, греба. Ах, Иисус, только в нем есть исполнение, ах, греба. Ах, Иисус, только в нем есть исполнение, ах, греба. Имя, имя Иисус, в нем свобода и любовь. Имя, имя Иисус, только в нем есть исполнение, ах, греба. Имя, имя, имя Иисус, только в нем есть исполнение, ах, греба. Иисус, только в нем есть исполнение, ах, греба. Среди церкви Твоей поклоняться Тебе, Господь Иисус. Как славно, Господь, вот это ощущение сердца, присутствие Твоего Духа. И мы благодарим Тебя искренне. И мы с благоговением сейчас ждем Твоего Слова. И мы просим, благослови сердца наши. Мы просим, благослови каждого из нас, чтобы сегодня, вспоминая те великие события рождественской ночи, чтобы трепетно наполнялись вот этой благодатью, милостью Твоей и глубокой верой сердца наши, наполняй Духом Святым наши души, Господь. Мы перед Тобой сегодня, как сосуды, которые мы хотим, чтобы наполнились Твоей святостью и праведностью. Благослови нас, Господь, для общения с Тобою через Слово Твое. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, праздник Рождества называют светлым праздником Рождества Христова. Это действительно светлый праздник, когда мы поздравляем друг друга, мы поздравляем со светлым праздником Рождества Спасителя нашего, потому что Он принес свет. Он принес свет, истинный свет правды, свет спасения в этот такой темный мир. И я желаю вам, друзья мои, всем вам, кто, может быть, первый раз пришел сегодня в этот дом молитвы на этот праздник, я желаю вам всем изобильных благословений. Бог желает этого. И я очень желаю, чтобы сердца ваши, души ваши преисполнились миром и благодатью Бога нашего. Спасибо, конечно, всем вам, что вы сегодня сделали правильный выбор. Вы сегодня отрешились от всех своих дел, и вы сегодня направили свои стопы в дом молитвы. На богослужение праздничное, на богослужение Рождества самого дорогого нашего, Спасителя нашего, Господа нашего Иисуса Христа. Я надеюсь, что мы порадуемся еще вместе, и мы поклонимся еще сегодня Рожденному Спасителю. И я хочу немножко сегодня поговорить о Рождестве. Потому что в кипучей, вот в этом кипучем водовороте жизни, мы забываем, притупляются наши чувства. Я хочу, чтобы мы еще раз вспомнили о том, что праздник Рождества – это самый великий праздник. Это самый важный и самый значимый из всех праздников в жизни людей. Вы знаете, Рождество, я бы назвал, если все праздники – это вот такое дерево, такое прекрасное, то Рождество – это ствол этого дерева, на котором ветви остальных праздников. Какие они бы ни были, праздник Пасхи, праздник Крещения, праздник Среднего, много праздников у христиан, но все праздники на этом празднике сиждутся, на празднике Рождества. Потому что, если бы не было этого праздника, если бы не пришел Спаситель на эту землю, то мир бы был до сих пор, а может быть бы уже не было в этом мраке греховном. Он бы был в купительном, вот в этом вот сосилии греха. И теперь мы с вами ликуем, мы-то теперь знаем, что ныне родился нам Спаситель, Который есть Христос Господь. Аминь, аминь, аминь. Ну и как нам в Рождество Господа не вспомнить ту самую главную рождественскую ночь, когда Он пришел, как нам не вспомнить эту чудную рождественскую историю. И я предлагаю вам сегодня еще раз прочитать этот удивительный отрывок в изложении Евангелиста Луки. Евангелие от Луки, откройте, пожалуйста, братья и сестры. Это Новый Завет, страничка 63-я, ну, если Библия с таким средним разделением. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей стране. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. «Слава в вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь!» И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь! Аминь! Давайте мы с вами сегодня, вот размышляя над этими событиями Рождества, еще раз оценим значимость этого великого праздника, значимость этого великого события в нашей с вами жизни. Друзья мои, это очень и очень важно. И первое, что я хочу вам сказать, что вытекает вот из этого события, из этой евангельской истории, вы знаете, это понятно, это должно быть понятно. Первое, основа понимания или значимости Рождества для нас с вами. Рождество – это праздник всех страждущих и нуждающих. Вы слышите меня? Рождество, прежде всего, это великий праздник всех страждущих и обремененных, то есть всех, кто нуждается в Боге, всех, кто Его ищет, кто желает жить такой жизнью благочестивой, всех, кто стремится к добру, к миру и счастью. Рождество – это праздник вот таких людей. Обратимся еще раз к событиям, размышляя вот над этой первой основой или такой истинной значимости. Вот та ночь, обыкновенная, казалось бы, ночь, вот вблизи Вифлеема, как обычно, начиналась, ничего не предвещало, ничего необычного. Пастухи, которые пасли овец в окрестностях Вифлеема, написано в Библии, они несли стражу у стад своих. Ну, скорее всего, они сидели возле костра, вели беседу о своей мирской жизни. Ну, о чем им еще было говорить? Вообще, вот, они были простые люди, самые простые. Профессия пастух – это была, знаете, самая такая непрестижная профессия. Ну, наверное, она и сегодня такая. Да и жизнь вот этих пастухов, она была такой однообразной, такой похожей друг на друга, каждый день, каждый ночь. Ничего такого необычного у них не происходило. Небогата она была событиями. То есть, изо дня в день все те же овечки, которых они пасли, тот же труд, нелегкий, тяжкий труд ради куска хлеба, ради того, чтобы семью свою обеспечивать. И этот труд ежедневный от зари до зари. То есть, самые простые люди. Вы знаете, я вам хочу сказать, если взять, вот, внимательно посмотреть, почему Бог к самым простым сначала людям направил ангелов эту весть. Если на мир взглянуть, и на любой, вот, город, даже нашу страну, то большая часть людей в любом государстве, вообще в обществе – это простые люди. Согласны с тобой? Это простые люди. Говорят, прослойка простых людей. И вот, как их обычно называют власть имущие? Когда на выборах, вы слышали, называют их массой. Слышали такое слово? Массой. Или электорат называют их, толпой еще называют. А в мыслях, наверное, еще более не очень такие названия, которые я даже повторять не буду, которыми называют многие высокого полета люди многими обычными словами. Но Богу вот именно эти простые люди особо дороги. Слышите меня? Мы об этом сейчас поговорим, и вы должны это увидеть. Богу дороги прежде всего самые простые люди. И вот как вот живут эти простые люди? Вообще обычно у простых людей жизнь наполнена такими обычно очень. Жизнь у них... Они люди простые, но проблемы у них очень непростые. Постоянно у них вот эти вот как проблемы, как заработать денег, чтобы содержать семью. Вопросы жилья. Они все время решают вопросы, как бы поддержать свое гаснущее здоровье. Все время думают, как бы своих детей-то вырастить нормально, чтобы улица их не сбила с панталыку, чтобы они не стали разгильдяями или раздолбаями. И вот нередко так вот, знаете, простые люди, они все видят, что вокруг у них есть все-таки какие бы ни были непростые, маломальские, может быть, даже телевизоры. И они видят по этим телевизорам, как живут люди особые, зажиточные, богатые. И они видят, и у них такая вот, ну скажем, даже такая зависть появляется, когда они видят вот эти вот крутые особняки, в которых живут те люди, крутые вот эти апартаменты, дорогущие машины, как они отдыхают, как бы ни в чем особо не зная забот. И многие простые люди думают так, а почему мне так не везет? А почему Бог вот к нам так относится? Он нас, наверное, совсем-совсем забыл. И я хочу вам, друзья, сегодня, не я, Бог хочет на событиях Рождества показать, что на самом деле именно простым людям Бог в первую очередь открыл богатство спасения. Слышите меня? Именно простым людям Господь в первую очередь открыл самое великое богатство. Это богатство спасительной веры. Пусть это утешит тех, кто сегодня думает, что его Бог забыл. Вот мы читаем эту рождественскую историю, да и вообще мы Библию, если внимательно читаем, мы видим, что Бог в первую очередь на праздник своего рождения пригласил самых простых, самых простых людей. Кого? Пастухов. Куда уж и ниже. Первых Он пригласил их. И это такой чудесный урок. Вы знаете, Бог дал понять всем живущим на этой земле, всем, по крайней мере, тем, кто хоть немножко интересуется, кто такой Бог и как Он пришел на землю, Он дал понять всем с первой минуты своего прихода на землю Вот именно это, что Он очень уважает и любит прежде всего самых простых, самых нуждающихся, самых страждущих. И вот ангелы, которые с небес провозгласили великое чудо, великую радость, они принесли это приглашение на первый праздник Рождества кому? Не самым крутым, не первосвященникам. Этот свет с небес излился не на город Иерусалим, не на дворцы, где жил царь Ирод, где жил там священник Анна или еще другие первосвященники. Не им Он это принес, не гордым Он принес весть о Рождестве, не таким самоуверенным. Кому принес? Простым, простым и осознающим свою нужду в Боге. Вот кому принес первым эту весть наш Господь, пришедший на землю. Поэтому Рождество в первую очередь, значимость его в том, что это приглашение каждому смиренному, каждому жаждущему милости Божьей и каждому нуждающимся в Боге. Вы поняли, это первая истина значимости Рождества Христома. Вот такое оно это Рождество. Итак, пастухи, мы же на них смотрим, и вот они это услышали, спаситель, а, а, ну так где же он, как его найти? И ангел им просто сказал, да близко, совсем рядом, и будет вам знамение. Меня жена вчера спрашивает, он же сказал только про ясли, он же про пещеру не сказал. Я говорю, ну, евангелист Лука не стал все расписывать. Конечно, ангел сказал, они, пастухи, они окрестностей все хорошо знали, они знали все поля, они знали каждую пещеру, они знали, где этот загон для скота, потому что, наверное, их было не так уж и много, и вот он им сказал, он совсем близко. Пастухи поспешили, они побежали к заветной пещере, и тут написано, поспешили, это значит, они бежали, не чуя под собой ног. Они очень торопились, потому что долго искать им не пришлось, они знали хорошо пещеру, они туда пробились, они прибежали, посмотрите, и вот пали на колени, я представляю, как они запыхавшиеся прибежали, и упали на колени перед этой колыбелью, перед Марией и Иосифом, и тут написано, увидев же, а, и поспешив, пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в веслях, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им, и о младенце сём. Они сказали, наверное, нас ангелы к вам послали, поэтому мы прибежали, а Мария сохраняла всё сие, слагая в сердце своём. И возвратились пастухи славя и хвалия Господа за всё то, что слышали и видели, каким было сказано. Потрясающая история, потрясающая история для каждого, кто Бога ищет, кто хочет знать Его, какой Он, это великая радость, это великое событие, но она была вот такая. Это удивительная рождественская ночь, самая великая ночь в истории человечества, в истории наших предков. И вот ещё раз хочу вам, чтобы вы представили вот эту чудную идиллию, идиллию вот этой в безграничной простоте, пещере, в кормушке для скота, в этом запахе скотском, навоза и прочего, может быть, за свете лучины какой-нибудь лежит младенец, спаситель человечества. И небеса ликуют, и простые пастухи склонились над Его вот этим вот служащим Ему колыбелью, кормушкой. И мама Мария, и отчим Иосиф, и Мария, которая с любовью слушает всё это, и смотрит, и молится. Это прекрасная идиллия Рождества, но мы с вами знаем, что это всё было не совсем закончено. Дальше этому маленькому мальчику, этому маленькому младенцу предстояло так много ещё всего. Над колыбелью спасителя, который пришёл, и которого возненавидят в ближайшее время все священники, все старейшины и многие люди, которого один из бледких учеников продаст за 30 серебряников, а другой отречётся от Него, а остальные просто разбегутся в трудную минуту. Его подвергнут истязаниям, прибив ко кресту, и он примет весь гнев Бога Отца за грехи людей и будет даже оставлен на время Богом и испытает все ужасы смертельных мук. Это всё будет, и Его похоронят, и Он три дня будет лежать в могиле, но Он воскреснет. И всякий, кто всей душой Его доверится, кто уверует в Него и последует с Ним, последует за Ним, тот обретёт мир с Богом, тот обретёт вечную жизнь. Аминь. Дорогие друзья, мы говорим сегодня о великом празднике Рождества. И, конечно, нужно радоваться. Но вот это благоговейное чувство такой скорби и такое чувство, когда хочется плакать, оно, несомненно, присуще тем, кто верит в Иисуса, кто верит, что Он не просто пришёл жить роскошной жизнью, которая вот так на раз-два всё совершит и спасёт всех нас. Мы знаем, чего это будет стоить нашему рождённому Спасителю. Но я хочу вам сказать, вы должны сегодня почувствовать, что Он пришёл к нам. И вы должны сегодня сказать себе, праздник Рождества. Это мой праздник. Ты можешь так сказать, праздник Рождества. Это мой праздник. Аминь. Кто, по крайней мере, не сказал, скажите хотя бы аминь. Потому что Он тебя тоже любит. Я хочу, чтобы вы сегодня, слушая вот это слово, размышляя над ним, чтобы оценили ещё раз или переоценили значимость вот этого события, которое произошло две тысячи лет назад. на земле обетованной, на земле еврейской. И ведь это вопрос, я хочу, чтобы вы переоценили, это вопрос, касающийся тебя, твоей жизни. Это вопрос или вечных твоих мух преисподней, или вечной жизни в благодати вечного царствия, благодати. Вот всего лишь такой вот выбор. И, конечно, сегодня это вам вещует не ангел с небес, это вещую вам я просто как христианин, но я вам скажу так, я сегодня делаю это по повелению Бога, с Божьего благословения. И это звучать сегодня должно для вас не менее серьёзно, если бы сам Бог проговорил вам это. И я вам подтвержу это одним стихом из Писания. Это тоже Евангелист Лука. Там написано, Иисус сказал, слушающий вас, Он сказал своим ученикам, пастурам, проповедникам, Он сказал, слушающий вас меня слушает, отвергающийся вас меня отвергает, отвергающийся меня отвергается пославшим меня. Слышите, друзья мои, я искренне всем сердцем сегодня с Божьего благословения хотел передать вам суть великого события, которое совершилось уже. И оно, я хочу, чтобы вы поняли, Бог этого хочет, что оно важно для тебя, что оно важно для тебя. И вот посмотрите пример простых людей, простые пастухи пасли овечек на поле, и они услышали, но они захотели его найти, и они побежали и нашли, и поклонились, и признали в нем спасителя, и они обрели благоволение, и они обрели спасение, Бог дал им эту возможность, причем открылся вот так просто. И он сегодня всем нам говорит, я для вас также просто открыт, вот так, сегодня, сейчас, вот в эти минуты, и он говорит, любой из вас может вот так просто войти в мои дворы, войти в мое присутствие моей милости, моей благодати, это так просто, и это так доступно. Я хочу вам, друзья мои, сегодня, говоря так много, я все же хочу пожелать вам счастливого, такого удивительного, благословенного праздника Рождества. раз уж вы сегодня пришли в этот дом молитвы, я вас благословляю, пусть это будет прекрасный праздник Рождества, и я желаю вам всем, каждому, не могу каждому сейчас подойти, но я с этой трибуны обращаюсь к каждому из вас, я желаю, чтобы праздник Рождества сегодня стал для каждого из вас поворотной такой точкой для каждого из вас в вашей жизни, поворотной точкой, чтобы все из вас осознали, что же все-таки в жизни является самым главным. Хлопоты мирские, мой бизнес, деньги и так далее, или все-таки над всем этим стоит тот, кто меня сотворил и тот, кто дал мне жизнь. И чтобы вы это поняли сегодня, чтобы вы это осознали всей жизнью, и чтобы вы принесли ему славу тем, что вы откроете свое сердце. Ну, придите к нему и преклонитесь перед ним. Я вас просто призываю, придите и поклонитесь и доверьте ему свою жизнь. Он не отбирает ее у вас, он не отбирает ваше сердце, он говорит, я хочу заботиться о вас, я хочу вести вас, чем же еще доказать мне вам свою любовь. Я пришел маленьким младенцем, познал все тяготы жизни и пошел умер вместо вас, и сегодня я вас приглашаю просто. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Сегодня Рождество, и сегодня как раз то время. Я заканчиваю сегодня вот это слово, которое выложил Господь в мое сердце, в мои уста, я хочу воспользоваться сегодняшним праздником. Мы к нему готовились. Мы готовились не для того, чтобы показать, как мы красиво умеем наряжать дом молитвой, как красиво мы умеем петь. Мы готовились к этому празднику для того, чтобы прославить имя того, кто все это сотворил. Мы хотим, чтобы это трепетно коснулось ваших душ, всех и каждого, даже того, кто может быть первый раз зашел в этот дом молитвы. Чем я хочу закончить сегодняшнее проповедь? Я хочу пригласить вас. Я хочу пригласить всех, конечно, к молитве, и мы сейчас все встанем, но я хочу пойти дальше. Я хочу пригласить тех, кто еще сегодня вот здесь сомневается, что Бог для него пришел, что праздник Рождества касается его сердца. Я хочу, чтобы вы сегодня вышли вперед. Я хочу с вами вместе помолиться. Я даже могу встать на колени вместе с вами. Я приглашаю вас, друзья мои, кто хочет помолиться вместе со мной в этот день Рождества перед лицом Господа Иисуса Христа и принять его приход и Рождество на эту землю как спасителей Господа. Не стесняйтесь, выходите вперед. Сегодня может быть самый чудный день в вашей жизни. Я искренне хочу помолиться вместе с вами. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир. Пришел ради меня, потому что я грешник. Ты пришел, чтобы спасти меня. Спасибо Тебе. Всем сердцем благодарю. Ты пошел на крест, чтобы заплатить за мои грехи. Ты так любишь меня. Спасибо за этот день. спасибо за то, что я перед Тобою стою. Я свое сердце открываю Тебе, Спаситель. Будь моим Господом. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я доверяю Тебе жизнь свою. Я верую в Тебя, Господи. Веди меня по этой жизни. Пусть Твоя любовь наполняет мою жизнь. Великий Бог, я прошу Тебя, Дух Святой снизойди на этих людей. Снизойди, Господи, коснись каждого сердца. Благослови, Господь. Пусть произойдет чудо. Пусть откроются все двери и окна этих сердец. Пусть сегодня Твоя дорогоценная любовь совершит невероятное. Пусть они услышат Твой голос. Пусть они, Господь, примут Тебя как спасителей Господа. Пусть сегодня, сейчас, в эти мгновения, в эти минуты придет это чудодейственное исцеление и в сердце появится чувство «Мой Бог, Он мой Бог и Он меня спас и Он пришел для меня и Он благословляющий Бог и мое сердце отныне принадлежит только Ему и Я благословляю их и вся церковь благословляет этих людей и пусть отныне их жизнь будет новой пусть их жизнь будет преисполнена Твоего Духа Твоей благодати и милости Твоей Господи мы их благословляем пусть солнце правды воссияет в их жизни пусть Твои объятия они будут чувствовать в каждой минуте своей жизни пусть минует их всякая беда дай им исцеление от всяких болячек и от недугов дай им исцеление их душ дай им открыть глаза открыть уши через их открытое сердце мы благословляем их во имя отца во имя сына во имя духа святого аминь аллилуйя мы поздравляем всех кто молился сейчас я благодарю Бога за вас слава Господу это большой праздник и если твоя молитва была искренней лучшего подарка Господу сегодня не надо аллилуйя слава тебе Господь проходите на свои места что садится в плеву чужого Мария отраняет небесный горм поет на нем а пастухи не поют сеть Христос Господь пришедший в них с небес высот он нам всем вышним дал спаситель сын Марий зачем же в ястрях он лежит где овцам корм давали чтоб каждый мог кулок его сложить свои печали сэй есть Христос Господь пришедший в без небес высот он нам всем даст спаситель спаситель сын Марий ему было на золото безмирно принесите он царь 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 пред ним скорей дверь сердца отвори людей все есть Христос Господь пришедший в мир с небес высот он нам всем вышним даст спаситель сын Марий спаситель сын Марий под рождество в кругу одной семьи шел разговор сердечный откровенный что каждый подарил бы в знак любви спасителю сошедшему на землю отец сказал нет в мире ничего чего достоин он любвеобильный я ноги бы в слезах омыл его уставшие от стези мира пыльных а я бы ложа лучшей простыней усталому спасителю покрыла чтобы нашел он отдых и покой с улыбкой нежно мать проговорила и только мальчик маленький молчал задумчиво глядел во тьму в окошко а ты бы что иисусу дал спросил отец скажи нам честно крошка ответил тихо мальчик у меня игрушка есть для сердца дорогая из плюша я отдам христу коня и рассмеялась вся семья родная смеялись долго вдруг раздался стук дверь знаменит переплетворилась все умолкли сразу в глазах отца семьи блеснул успех пошел унылый бомж в одежде грязной в опорках ноги из прорех Торчат ступни немытые Небритые, некрасивые Униженные в осанке и в очах Что нужно вам? Спросил отец брезгливо Нельзя ли мне в сарае вашем ночь поспать? Спросил униженный бездомный Нет-нет, сказала мать Ступайте прочь, мы на ночь не пускаем незнакомцев Постойте, дядя! Мальчик закричал Слезу смахнув ладошку и кратко Я Богу дать лошадку обещал Возьмите, дядя, хоть мою лошадку Калитка тихо скрипнула опять Семья сидеть осталась тесным кругом Но глаз не смели ни отец, ни мать на мальчика поднять Ни друг на друга Мы часто в жизни не жалеем слов Красивых слов Напыщенных, ничтожных На деле познается лишь любовь и доброта Слова без дела ложны АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дар этот Божий бесценный Не оплатить всей вселенной Нам Иисус даром принес Всем избавление от слез Перед младенцем склоняюсь Требетным сердцем смиряюсь Нежность, любовь я отдаю Сердце и душу свою Что могу я младенцу Христу подарить Что могу я Ему подарить Чем воздать за спасенье Что могу я отдать за спасенье Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому